одни запчасти у нас всю ночь на долгоградом был шум, гул, все гудело я не знал, что случилось а потом оказалось, что это тяжелые бомбардировщики на долгоградом пролетали именно в Украину к моим родителям они летели в этот момент и я был в большом шоке и я начал сразу смотреть информацию и перепощивать чтобы люди были в курсе, что происходит я видел информацию, например, в ВКонтакте есть видео, за которое меня и привлекали привлекают до сих пор к административной ответственности это видео называется «Разгром кадыровцев под Киевом» и оно в открытом доступе я постил информацию своих родителей фотографию своих родителей и в этой фотографии я писал, что какие они бандеровцы они обычные люди такого не может быть я никакой вины за собой не видел не вижу сейчас не вижу и не собираюсь никакие фейки никакую ложь распространять я вообще занимаюсь вопросами войны юсбелли это такой раздел международного права international law я знаю, что такое война как это все объясняется но когда это коснулось меня и моей семьи это совсем другое это как вот я был долгие годы адвокатом и я присутствовал при задержании людей да, и это было я много раз видел как людей задерживали но вот этот раз когда меня задержали трое полицейских в университете вот в лицо мне эту корочку протянули и сказали Гальниченко Роман Григорьевич пройдемте вдруг будет край после которого мне придется, конечно, эмигрировать если не в Украину то в другие страны такие варианты у меня есть некоторые студенты но уже выпускники писали мне в личку слова поддержки и в туалете на юридическом факультете я увидел следующую надпись я Мэй Мельниченко я просто сказала посмотрите сердцем вот просто посмотрите сердцем ну вот и все я показала ну дети смотрели уходили ну как бы я смотрела на их лица я понимала что ненормально по-человечески все это воспринимаю и они мне говорят вы что за украину они почему-то мне такой вопрос задали нет девочки я против войны ну естественно у нас состоялся разговор который они записали и вот а дальше вы все знаете мне предложили уволиться по собственному желанию но я отказалась увольняться по собственному желанию поэтому меня уволили по статье за моральное поведение вот то есть мы понимаем что это волчий билет который ну даже если я сейчас например но захотела устроиться в образовании мне бы просто у меня бы не получилось этого сделать поэтому ну такое наказание было намерено чтобы лишить меня моей профессии а но а и 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 Продолжение следует...